Недельная глава Советует Якову скрыться и уехать в другую страну, к Лавану, чтобы ничего не случилось между ним и Эйсавом. И в самом начале всей этой истории Тора нам говорит, что Ицхак больше любил Эйсава, а Ривка больше любила Якова. Ицхав, он ловил, он был на охоте, он ловил животных и готовил всякие вкусности для Ицхака. Есть такая вещь, что отделяют десятину от урожая для коинов и левитов. Эйсав, он подходил к Ицхаку и спрашивал у него, можно ли отделить их от соли или от соломы. Что мы знаем, на самом деле закон не такой. Но в чем была цель Эйсава? В том, что Ицхак, он смотрел на это, он слышал, что Ицхак спрашивает у него такие вопросы. И он думал, что, почему он спрашивает, потому что он хочет устрожить в законе. И он, так он думал, что Эйсав, он очень трепетно относится к законам. Как такое может быть? Как мог Ицхак, который был большим-большим мудрецом, не знать, кто такой Эйсав? Да, ведь одно из своих мудрецов, то, что они могут сразу понять, кто такой человек. Тем более, если это человек его сын. Да, не может такое, чтобы он не знал, кто. И даже если сказать, что то, как написано в Торе, что у него к этому времени ухудшилось зрение, он не мог хорошо, нормально, в общем, анализировать, как минимум его жена Ривка могла бы ему сообщить о всяких злодейцах, которые делает Эйсав. Как может быть такое, что он его любил? Это абсолютно непонятно, ведь это все его поведение, оно шло абсолютно в разрез с законами Торы. Как такое может быть, что он его любил? Есть два варианта, как относиться к детям, которые пошли по наклону, отошли от пути отцов. Один вариант, это когда дети, у них уже нет абсолютно никакой связи ни с мамой, ни с папой, ни с их учителями. Абсолютно больше они никого не слушают. В такой ситуации мы уже никак, родители, не могут уже на них никак повлиять. Поэтому единственное, что можно, это отдалить их от себя, да, так как уже ничего нельзя поделать. Но в ситуации, когда у них еще сохраняется какая-то связь с их учителями, с их родителями, даже если такой связи на деле нет, они только делают вид этого, этого уже достаточно, чтобы к себе приблизить. И то же самое с Эйсавом. Именно по этой причине, да, Ицхак все еще любил Эйсава, да, хотя, несмотря на то, что он был раша и так далее, он все равно пытался вернуть его на путь, так как еще была возможность такая. Отсюда мы можем выучить на практике, как нужно трепетно относиться к теме воспитания детей, чтобы надо посвящать очень много времени, очень много мыслей, когда критиковать, когда промолчать, да, что это очень важная тема. Это наша недельная глава, шаббат шалом.